Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Всем привет! Сегодня у нас будет три посылочки от разных продавцов на Алиэкспрессе. Это у нас геймерский набор. В принципе, все они уже распакованы, проверены, протестированы даже временем. Итак, поехали! Идет у нас коврик. Коврик не маленький, он довольно здоровый. Давайте по порядку коврик, мышка и геймерская клавиатура механическая сразу вначале скажу. И давайте начнем с коврика. Коврик пришел просто в пакете. Вот так резинка обвернут. И у нас здесь карта мира. Размеры данного коврика 900 на 400 мм и толщина 4 мм. Короче, 90 на 40 см. Вот такая вот бандура. Довольно здоровый, большой, очень гладкий. Можно было брать у других продавцов разной грубости, потому что есть геймеры, которые любят погрубее. Есть, которые любят вообще гладенькие. Я брал именно гладкие. Итак, у нас здесь карта мира перевернутая. И вот по порядку дойдет. В принципе, выглядит круто в темных тонах. Особо не замят. Чуть-чуть вот здесь вот кончик, но это все разгладится со временем. И немного на этой стороне тоже вот здесь вот две штучки. Но это все разгладится. Качество, скажу, что офигенное. Он не скользит. Положили все, и он уже у вас стабильно на столе. Размера хватает, как для полноценной полноразмерной клавиатуры. Даже самый большой, пусть будет такая. И еще место остается, естественно, для мышки. Мышку брал беспроводную. Коврик у нас здесь резиновое покрытие. Прошит, как видим. Давайте посмотрим поближе. Довольно качественно. Нет каких-то изъянов. Не заметил. Поэтому по качеству здесь скажу, что за свою стоимость. Такой размер коврика очень-очень даже неплохо. Ссылка будет в описании под видео. Есть разные... Именно такая вот карта мира. Есть разных размеров. Есть 250 на 300 миллиметров. Толщина 2 миллиметра. 300 на 700 и 2 миллиметра. Потом размер 300 на 800. И последний 900 на 400. Самый большой. Я брал самый большой. Итак, ладно. Давайте это свернем. И отложим пока. Поехали дальше. Дальше у нас идет... Так, клава будет в последнюю очередь. Идет беспроводная мышка геймерская. Red Dragon M653 MIG. В принципе, упаковка. Я не ожидал, что будет такая вот прикольная упаковка. Пластиковый бокс. Все так, знаете, элитно, красиво. Для китайцев. В принципе, китайцы любят побольше пафоса. Хотя на деле вот ее открыть довольно проблематично. Мышку успел тоже протестировать. Сразу скажу, что мышка оптическая. Не лазерная. Стоимость ее вообще копеечная. Для таких вот задач. Самые большие критерии. Это высокий DPI. Два режима связи. 125 МГц и 250 МГц. Сразу скажу, что если любители играть через эмуляторы на PlayStation, данная мышка не подойдет. Только для ПК любителей. Ну, в принципе, многие покупают такие мышки для ПК. Итак, передатчик 2,4 Гц. Расположен вот здесь вот. Самый большой плюс, что не нужно никаких драйверов. Просто подключили. Она сконнектилась и работает. Дистанция работы до 10 метров, как заявляет производитель. Также есть несколько режимов работы данной мышки. Это режим экономичный и обычный. Полтора вольтовая батареечка вставляется вот сюда. Аккумулятор можно вставить. Будет работать без каких-либо проблем. Мышка легкая, а не тяжелая. По весу точно не скажу, так как не было указано на сайте производителя, что почем. Но кнопки у нас приятные на ощупь. Такое ощущение, будто здесь soft-touch покрытие боковое. Я думал, будет резиновое. Но здесь просто пластмасса, рифленка. Шесть кнопок. Это две боковые, две основные. Кнопка DPI. И, естественно, колесико тоже. Кнопка идет. Хват тут очень удобный. Лежит просто как влитая. Я не знаю, для больших рук с длинными пальцами подойдет просто на ура. Еще большой плюс данной мышки в том, что у нее есть экономичный режим, чтобы не высаживать ваши батарейки. Через 8 минут, если пользователь не пользуется данной мышкой, мышка уходит в энеразберегающий режим. Ну, просто отключается. DPI у нас идет от 800 до 2400. Переключается, естественно, нажатием кнопки. И после этого, естественно, сигнализирует, что переключение частоты у нас происходит нажатием правой кнопки и кнопки колесика одновременно. Переключается 125 на 250. И также обратно. Мышкой, в принципе, доволен. Но для консольщиков не подойдет, если есть консольщики, которые любят играть на эмуляторах. Совместимость идет со всеми Windows, хотя сейчас, наверное, уже практически сидят на десятках. Так что она даже под XP подойдет, если у кого-то она еще и осталась. Вот так, в принципе, по боксу мы прошлись. Все остальное по мышке мы покажем в конце. Все эти свечения, переключения и так далее. Теперь переходим к самому главному. Это механическая клавиатура. Геймерская, обрезанная. Я уже успел на ней поиграть больше, чем неделя. Просто хотел показать, как она приходит. В такой вот кордонной, неопознанной коробке идет помятая инструкция. Точнее, не инструкция. Ну да, инструкция, как запрограммировать дополнительные кнопки. И такой вот целлофановый катур. Все это можно теперь выбрасывать. Инструкция у нас идет здесь, как правильно запрограммировать, как переключать подсветку. В принципе, на английском языке здесь все, в принципе, понятно написано. Кому интересно, можете поставить видео на паузу и прочитать. Модека, кстати, K50, механическая клавиатура. Размеры 233х182х38. Вес 382 грамма. 35 кнопок. Через USB. И снизу также есть у нас еще информация, как программировать дополнительные клавиши. Начиная с G1, G2, G3, G4, G5, G6. Ну и, естественно, переключение различных режимов у нас осуществляется с сжатием Fn. И погнали. Через Tab меняем интенсивность подсветки. Все это покажу в конце видео. Яркость от 0. 4 режима яркости от 0. 30% 60% 100% яркости. Подключение. Посмотрим, как оно все у нас горит, сверкает. Матерчатый, не резина. Довольно мягкий. Я не сказал бы, что он грубый, точнее, но не сгибается и так далее. Очень удобно. Лежит. Слушается. Длина данного провода у нас составляет 2 метра. Двухметровый провод. Итак, давайте подключим. И вот встречает нас сразу плавный перелив. Это первый режим. Зажимаем перелив сразу на все цвета. Начиная там какие-то начинаются зеленые, желтые, синие, красные. Зажимаем Fn. Естественно, яркость у нас регулируется таким образом. Это максимум. Второй режим. Третий. Четвертый. И нулевой. Полностью отключить. Мы отключим сейчас на максимум. Также RGB подписано. Fn5. Переключаем. Переключите режим на TAB. Это у нас режим идет радуги. При нажатии кнопки, кнопки загораются в хаотичном порядке. Дальше режим у нас идет просто свечение тоже, переливы. Довольно красиво смотрится все это дело. Очень классно. При нажатии ничего не меняется. Дальше идет загорание кнопок от нажатия. Тоже прикольный эффект. Еще один режим. Это у нас по идее меняется цвет или нет? Нет. Это просто у нас так вот светится и RGB можно менять. Цвета. Какое вам удобно или какое вам нужно. Так, здесь при нажатии горизонталь загорается. Поменяем цвет. Будет зеленый. Поменяем еще раз. Синий. Еще раз. Синий. Фиолетовый. Белый. А это у нас цветной. RGB. И погнали опять с красного. Следующий режим. Мерцание. Меняем цвет. Пусть будет зеленый. Надо сделать немного поярче, наверное. Вот так. Плохо видно. Еще режим. Змейка. Давайте сделаем ее цветной. Так, более красиво. Да, красный будет или здесь только синий цвета. Вот RGB. Да. Ну, это сияние. Вообще, самый классный режим, наверное. В принципе, можно сияние добавить. Просто на один цвет. Но RGB более эффектно смотрится. Да. И здесь у нас плавный перелив. С синего. И на... Ну, очень медленный перелив. Бирюзовый. Зеленый. На желтый. С желтого на красный. С оранжевого на красный. И так далее. Также по касанию есть у нас. Нажали. Оно сработало на все клавиши. RGB убрали. Так. Это у нас тоже сияние. И все. Пошли уже по новой. Белый RGB. Вот он. Наш RGB. Вот такая, ребят. Клавиатура механическая. Как слышите, щелчки у нас отчетливые. Кстати, забыл сказать. Еще же в комплекте был ключик. Пластмассовый ключик. Чтобы доставать клавиши для того, чтобы почистить. Но он где-то валяется у меня там. Пока он мне не востребован. Искать его сейчас не вижу смысла. Ну, простая пластмасска. Как в автомобиле колпачки снимать. Клавиатура также стоит устойчиво. Ее сбить с места. Ножки очень классные. Обалденные. Также многие скажут, что минус это то, что не снимается площадка. Но я скажу, что ее снимать-то и не надо. Очень удобно лежит рука. Абсолютно удобно. Пробел тоже вообще классно под палец сидит. Потому что я знаю, что есть многие клавиатуры, которые пробел также остаются на этом уровне. До него, я не знаю, было бы неудобно. Надо было бы привыкать руку так держать. А здесь вообще идеально. Даже на кончике имеется срез. Как видите. Для удобного нажатия. Я считаю, вот эта геймерская клавиатура, она просто идеальна. Для вообще любителей поиграть в шутеры или еще какие-либо игры. И площадка, она у нас прорезиненная. Запястье у нас не устает. Лежит. И рука отдыхает. Вообще не напрягается. Абсолютно никак. Как бы вы ни играли. На столе, на коленках. На коленках, если у вас даже клавиатура. Идеально подходит для геймера. Поэтому цена великолепна. Дешево, сердито. Механика. И, блин. А, еще самый большой плюс. Стереть клавиши, которые у нас бег. W, S, A, E, D. Не получится. Так как они у нас, как видите, рифленые. Эти у нас гладкие. А эти рифленки идут. Вот так. Если руки не будете мыть, то будет очень много собираться грязи. На этих клавишах. Вот так. Такая вот, ребят, клавиатура. Ссылка будет в описании под видео, кого заинтересовало. Итак, помышки. Что у нас себя представляет? Ну, горит логотип. По бокам никаких цветов нету. Горит также барабан. Меняем DPI. Естественно, меняется цвет. Ой, точнее, не цвет меняется. Она сигнализирует мерцанием. Два раза зеленым это 800. Три раза зеленым это 1200. Потом четыре раза. Два, три, четыре. Это у нас 1600. А, или пять, да? Уже 1800, значит. Еще раз. Один раз, значит. Пошла по кругу. 800 DPI. Два раза. 1200. Три раза. 1400. А, 1600, по-моему. Ну, и здесь у нас идет дальше. И удерживаем. Вот, замигала. Переключилась на 250. Вот так, ребят. В принципе, нормально. Тоже мышка дешевая, беспроводная. Без каких-либо понтов. Конечно, дешевый пластик. Не сказал бы, хотелось бы в боковую. Боковушку у нас прорезиненную. Но, в принципе, верхушка под пальцы. Верхушка очень приятная на ощупь. Думаю, терпимо. За такие деньги идеальная мышка. Ну, и плюс ее плюшки. То, что имеет энергоэффективность. Отключение после 8 минут без действия. И также режим эко. И работает от одного аккумулятора до 15 месяцев. Как заявляет производитель. Но я еще не успел проверить. Вот так, ребят. Поэтому ссылки будут в описании под видео. Кого заинтересовали, можете смело переходить. И ознакомиться с более подробным написанием. Которое я вам здесь уже озвучил в самом видео. И думать, стоит ли вам приобретать это или нет. Ну, в принципе, на каждый товар очень много продаж. Кроме клавиатуры. Потому что клавиатур очень много различных. Но она, в принципе, тоже одна из дешевых. Я не брал дорогую. Магазин новый. Поэтому я решил... Кстати, едут клавиатуры из Казахстана. Не знаю, почему. Заказывал на Алиэкспрессе. Но приехал из Казахстана. Возможно, там какие-то склады есть у китайцев. Поэтому она по России и в Казахстане, наверное, будет доходить вообще за 2-3 дня. Как это обычно делают китайцы. В Беларуси немного подольше. В принципе, даже доехал за 12 дней. Тоже нормально. Вот так, ребят. Все. Всем спасибо за просмотр. И всем до новых встреч. Всем пока. Не забываем экономить с помощью кэшбэка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова